Всем доброй ночи. Я сейчас начала цикл таких роликов по просьбе людей, которые как бы писали свои вопросы под видеороликом и просили говорить, побеседовать, разъяснить ту или иную тему. Вот сейчас я вам разъясняю. Была просьба в том числе рассказать про огонь, про священный огонь. Дорогие люди, дело в том, что испокон веков Бог, Вселенная, Космос считался священным огнем, Бог считался космическим огнем, энергией, которая владеет всем. То, что есть в Создателе, то, что есть Он, я уже говорила и повторяю, каждый народ по-своему его величал Отцом Богов. Почему Отцом Богов? Поскольку это центральное высшее божество создало вокруг себя тех, которым поручило те или иные направления в жизни человека. Одно божество, один дух отвечает за любовь, второй отвечает за деньги и богатство, третий за власть, четвертый за красоту и здоровье и прочее. И у каждого из них есть свои посланники, исполнители, духи, которые приходят, слышат, передают, которые передают жертвенные подношения этому божеству и прочее. Вот таким образом умная система, построенная во Вселенной, помогает нам всем логично и правильно понимать мироздание, мироустройство. Теперь, что касаемо огня. Народы Востока испокон веков были огнепоклонники. Поклонение огню Яздану или Верховному огню сохранилось до сих пор только у одного народа – езиды. Это народ, который поклоняется священному огню. И вот эта форма поклонения, сидя на корточках, склонение головы вниз к земле, у многих народов начала использоваться как молитва, как форма молитвы. Но это приветствие Солнца. Рано утром люди выходили на восходе приветствовать Солнце. Они садились на корточки, склоняли голову вниз и приветствовали Великое Солнце. Это было в Персии, это в персидских летописях написано, что каждое утро трубили в трубы, и жрецы будили народ на утреннюю молитву и благодарение Солнца. Ничего не напоминает? Так вот, всё, что у нас сегодня есть в современном мире, это всё идёт от прошлых веков, от язычества. Ничего нового нет, просто переделано. Второй аспект. Солнцепоклонники народы, которые пусть, вот уж пёс, а. Он обожает, когда я свечи зажигаю, вот ему кажется, что я сейчас буду что-то делать, и он видит, что я ничего пока не делаю, просто сижу. Вот он уже замучился ждать моих ритуалов. Пусть, если ты пойдёшь колдовать, не хуже этих инетных могуев будешь колдовать. У меня уже научилось всему. Так вот, продолжим про огонь. Священный огонь считался божественным даром и у древних армян. Армяне точно так же огнепоклонники, как были персы, как были язиды. Правда, немножко направления разные, но боги были одни и те же. Например, в Армении было место поклонения огню, куда приходили со всех концов востока, как на место паломничества. И там была стена отрушанов, огни. Стояли отрушаны, огромные отрушаны. Это огненные фонтаны, в которых огонь настолько пылал, что из-за много километров было видно. Это огненная стена, огненная стена города. С приходом христианства, конечно, это всё разрушилось, к сожалению. Почему, к сожалению? Потому что первая религия армян давала им очень большую мощь, силу. И наши боги, когда были рядом с нами, мы были более могущественны и сильны. Хотя у народа генетика не поменялась, и она как была, так и есть. Вот это вот свирепое воинство, оно осталось. Но во многом, конечно, переломило всё, и было утрачено очень много бесценных древностей, очень много такой красоты, что люди не поехали бы в Грецию посмотреть античные храмы, а приезжали бы к нам. У нас от античности остался только гарни. Он был настолько красивый, что рука не поднялась разрушить её. Вот, собственно говоря, как определяли среди пленных, военнопленных армян. Древняя легенда гласит, что у всех сажали вокруг огня, и кто вставал и перемешивал огонь, тот был армянин. Вот у нас уважение к огню настолько сильное. Во всех традициях, обычаях, восточных народов, народов Кавказа осталось поклонение огню. Когда ребёнок рождается до 40 дней, проходит либо свечой, либо раньше огненными, на палочке насаженные были масляные тряпки, которые горели. И вот с этим проходили по всему дому, считалось, что огонь изгоняет злую силу. В огне горят печати, в огне горят все греховные мысли, как считалось. Вот праздник Терендес – это перепрыгивание через огонь. У русских это на Ивана Купалу, ну, у славянских народов. Вот Терендес, он переводится как Терендес, в переводе означает «Господь с вами». Оно переделано под христианский праздник, на самом деле имеет языческие корни, и мы это прекрасно знаем. Перепрыгивание через огонь. Читалось, что прыгая через огонь, ты оставляешь грехи, то есть на лету твои грехи тут же сжигаются, и все прошлые ошибки, и все ненужные вещи, они проходят. Мы очищаем огнем, и в магии используем огонь, источник огня свечи, или раньше были лампы, но в любом случае огонь, который сжигает вот эту энергетическую грязь, которая нам не видна, но она присутствует у каждого человека. Когда нам плохо, мы можем свечами просто провести себя. Вот эта отливка воском, который самый примитивный, конечно, метод, самый примитивный, кустарный, это с детского сада еще. Почему? Потому что отливка воском не может спасти от смертельных печати и прочее, прочее. Отливка воском всего лишь снимает верхний слой вот этого, вот этой черноты, и человек чувствует себя чуть-чуть хорошо, полегче становится на несколько дней, и кажется, что это великое чудо. Более серьезные есть работы, связанные с огнем. У народов Кавказа и Закавказья кузнецы считались колдунами. К ним приходили для того, чтобы они могли сжигать злую силу, по-другому, если по-современному сказать, для рвы, да, оторвать у человека, сжигать. То есть работающие с огнем люди уже считались волшебниками, колдунами, чародеями, поскольку они понимали язык огня. И этих людей, особенно уважаем, от них исходила очень сильная энергетика. Представьте, целыми сутками находиться возле огня, уже подпитываешься этой огненной стихией и силой. Следующий момент, что касаемо огня, которое перешлило в христианство, в христианские традиции. Ну вот те же самые свечи в церкви, те же самые свечи на кладбище. Почему мы их туда ставим? В Библии там не сказано ни о свечах, ни об иконах, ни о церквях, ни о попах. Ничего не сказано, это всё уже создал человек, потому что человек склонен над всем добавлять своё философство, прибавлять отсюда, оттуда. Он не принимает ничего, прямо как вот написано и сказано. Он всегда хочет туда внести свою лепту, своё. И вот огонь пришёл в христианство из язычества. Почему? Потому что в языческие времена перед могилами предков ставили огненные такие фонтаны или фонтанчики, смотря у кого какое было средство. Если были бедные люди, они носили туда восковые такие штучки, которые горели, как свечи. Ну, имитация современных свечей. Когда мы приходим к покойной душе, к душе ушедшей, мы хотим питать его силой, какой-то силой. Мы силу приносим, дарим ей силу, чтобы она пришла в этот момент, чтобы ей хватило силы прийти к нам и услышать, и увидеть, что мы его почитаем, что мы его помним. А для того, чтобы ему прийти на земную, вот туда, на землю, где он похоронен, да, в это место, ему нужна сила, а у мёртвых душ нет такой силы для того, чтобы прийти в эту землю. Их нужно притянуть, их нужно как покормить, дать им водку, огонь, который усилит их, приведёт на землю, где они придут и послушают, и соболезнуют, и сочувствуют, и помогут, и так далее. Тогда это делалось для этого. Сейчас это делается чисто автоматически, как память, да. А в церкви мы ставим свечи, освещая их путь. Вы никогда не задумывались, почему свечи ставят в церкви? Раньше ставили в храме, ну, приносили в храм огонь и просили за предков, чтобы священный огонь осветил путь души моего предка, туда-то осветил, показал, согрел и так далее, да. И сейчас по традиции это приносится туда. Так вот, что касаемо реинкарнации, которые постоянно мне задают этот вопрос, если бы душа реинкарнировалась, то какого чёрта вообще её вспоминать тогда? Тогда рушится вся индустрия зарабатывания денег на душах у церкви, потому что тогда получать, что им вообще этого всего не надо, они реинкарнировались, переродились и уже теперь живут в Китае. Это всё на самом деле предположения, выдумки и прочее. Я уже один раз говорила, ещё раз повторюсь, что что касаемо душ, мы не можем наверняка утверждать, только тот, кто оттуда вернулся, а поскольку вернувшихся нету ещё пока, чтобы нам всё рассказывать. И те, которые на время, на момент попали туда, им показали совсем не то и совсем не полностью, чтобы они могли иметь смелость утверждать тоже что-либо об этом всём деле, да. И поэтому мы можем предполагать только, основываясь на опыте поколений, основываясь на опыте людей, которые изучали много тысяч лет, а их опыт говорит только о том, что души приходят, уходят на покой. Всё больше никаких сведений о душе других неизвестно и неизведанно. Это всё вот истерия началась где-то в XVIII веке, когда усилилась эзотерика, когда начались вот эти вызывания душ и прочее, прочее. И вот нашлось в то время таких великих могуев, которые захотели над им заработать, на этих сенсациях и начали писать всякую чушь. И даже индусы не так понимают эту реинкарнацию и прочее, как мы передаём от их лица, что их очень сильно удивляет. Вот. Что касаемо огня. Дальше продолжим. Огонь имеет особенность обижаться либо любить человека. Хочу вам сказать, что неуважение к огню чревато. Мало того, что огонь может создать пожар, да, огонь может создать, естественно, пепелище и принести смерть человеку, но уважение к огню приносит человеку перемены в жизни. Если у вас есть, скажем, ну, свечи вы дома ставите, да, иногда просто для себя зажигаете, то имейте уважение к огню. Огонь должен стоять или в центре, или на алтаре, или где-то в таком красивом месте, где она должна красоваться, греть и очищать пространство. Огонь нельзя просто так брать и обо где ставить. Я смотрела какие-то такие чудные ритуалы, когда свечи всех мастей, всех цветов, радуги на полу поставлены, на шкафах, везде, где угодно. Такое отношение к огню, такая работа с огнем ничего не дает. Огонь должен понимать свою функцию. Это живой организм. Когда человек плохо себя чувствует, это касается любого человека. Можно зажечь свечу или огонь дома, да. Ну, есть же сейчас какие-то всякие масла, масла и даже огонь, который находится в закрытом пространстве, в помещении, камин, например, да, подходить, греть руки и попросить у нее силы. Эта сила вам дастся, хоть на время она передается. Именно почему мы используем огонь, поскольку, когда приходят определенные сущности силы, которые должны нас послушать и помочь в этом ритуале, да, мы зажигаем огонь для того, чтобы питать эти силы, чтобы они не с нас взяли энергию, а взяли зачастую от части, от огня. Благовоние зажигается, точно так же, я уже объясняла, потому что они несут информацию Земли, они несут, значит, энергию Земли, поскольку это из цветов создано. И они тоже питают эту силу определенно. Водка наливается для того, чтобы они имели силы и для того, чтобы видели, что мы жертвуем для них и взамен на это сработались с нами и сделали то, что мы просим. Собственно, про огонь вот в двух словах скользь пока объяснила. Если будут еще вопросы, задавайте под тему. Попробую вам более широко раскрыть. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!